Доброе утро! В эфире РБХ Перми, я Александр Гувин. Сегодня пятница, время подводить итоги и строить грандиозные планы на следующую рабочую неделю. И говоря о грандиозности, я говорю действительно о масштабных проектах. Следующая история может вас вдохновить. Как сделать так, чтобы о бренде узнал весь мир? Особенно если на дворе начало 20 века. Нужно вписать себя в мировую историю. Суровые пиарщики были в то время первопроходцы, можно сказать. 12 февраля 1908 года газета New York Times организовала первую в мире кругосветную автомобильную гонку. С Times Square стартовали 19 автомобилистов из США, Германии, Италии и Франции. Среди них были аристократы, промышленники, военные и инженеры. Для New York Times мероприятие было важным с точки зрения позиционирования себя как газеты для образованных читателей. Дело в том, что за газетой закрепилось клеймо желтой прессы из-за участия в политической гонке, что привело к потере аудитории, среди которых были консерваторы и бизнес-ориентированные читатели и читатели высших слоев общества. Гонка вернула часть аудитории. А New York Times на этом не остановилась. Газета опубликовала первый в истории репортаж по радиотелеграфу, совершила первую трансатлантическую доставку по воздуху дирижаблям в Лондон. Знаете стереотип? Читать газету за завтраком. Угадайте, чьих рук дело. Сегодня утро проще провести, читая новости в телефоне или за просмотром чего-нибудь полезного. А лучше сделать что-нибудь полезное, например, зарядку. Всем доброе утро! В эфире РБК Пермь и рубрика «Офисный кроссфит». Сегодня мы с вами проведем динамичную разминку с небольшим эффектом неожиданности. В тренировочной системе есть режим табата, где 20 секунд вы работаете, а 10 секунд отдыхаете. Сегодня мы с вами потренируемся в этом режиме, но о следующем упражнении вы будете узнавать только в момент отдыха. Ну что, поехали? Первое упражнение – джампинг джек. Ноги врозь, руки вместе, ноги вместе, руки вместе. Ну что, поехали? Следующее упражнение – выпады назад. Шагаем и коленом замираем над полом. Так чередуем ноги. Ну что, вы еще с нами? Динамичней. Правое, левое. Внизу вдох, наверх выдох. Следующее упражнение – классические приседания. Ноги на ширине плеч, таз толкаем назад, спину удерживаем ровно. Внизу делайте вдох, наверх выдох. Активнее всего 20 секунд, не жалейте сил. Осталось еще чуть-чуть. И следующее упражнение – выпады вперед. Шагаем вперед и следите за тем, чтобы свободное колено было над полом. Ну что, поехали? Дышим ровно. Вдох вниз, наверх выдох. Активнее, активнее шагаем. У нас всего 20 секунд. Отлично! Вот такую динамичную разминку я вам сегодня показала. И вообще возьмите на вооружение систему тренировок в режиме табата. Ну а я желаю вам доброго утра и отличного дня! Телеканал РБК Пельм совместно с Анастасией Зайчиковой разыгрывает три приглашения на участие в грядущей фитнес-игре. Она стартует уже на следующей неделе. Стоит поторопиться, ведь уже в понедельник в утреннем эфире мы подведем итоги. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо подписаться на наш YouTube-канал и оставить комментарий с хэштегом «Хочу на марафон» под выпуском «Отличного утра». Предлагаю также бодро продолжить утро и приготовить завтрак. Ну или как минимум записать рецепт. Уверен, он может пригодиться, если вы хотите в преддверии праздника удивить близкого человека. Доброе утро! Вы смотрите «Ланчбокс» на канале РБК Пельм. Накануне самого романтичного праздника нам всем хочется порадовать свою вторую половинку. И любая хозяйка мечтает сделать что-то очень красивое, вкусное, но простое. Для этого я сегодня вам покажу, как сделать очень простой, вкусный бисквитный рулет с самой романтичной ягодой 14 февраля клубничкой. Для того, чтобы приготовить бисквит, нам понадобятся яйца, сливки, сахар, сахарная пудра, мука, смешанная с крахмалом, заранее просеянная, клубника. Здесь клубничка для украшения бисквита. У нас подготовлен противень и разогревается духовка уже на 200 градусов. Начнем мы с приготовления бисквитного теста. Будем взбивать яйца и сахар до пышной пены. Итак, мы взбили яйца с сахаром. На процесс взбивания уходит примерно 10 минут. Все зависит от мощности вашего миксера. Как проверить консистенцию? Ваша пена яичная должна быть очень плотная и медленно стекать с лопатки. Тогда она готова. Далее к яично-сахарной смеси мы добавляем смесь муки просеянной и крахмала. Советую вам использовать кукурузный крахмал, так как при использовании картофельного крахмала ваш рулет будет иметь привкус пюре. Аккуратно высыпаем всю муку на тесто и перемешиваем аккуратными движениями сверху вниз, для того, чтобы не испортить консистенцию яиц, чтобы они остались воздушными. Не нужно увлекаться этим процессом, то есть быстро вмешали муку и все, иначе потеряется воздушность. И перекладываем тесто на противень. Равномерно распределяем тесто по противню. Старайтесь делать так, чтобы толщина теста везде была одинаковая. Тесто готово. Отправляем его в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10 минут. Наш бисквит готов. Мы его достаем. Мы даем ему постоять примерно 3 минутки и начнем заворачивать. Пока наш бисквит остывает, мы взобьем сливки с сахарной пудрой и превратим клубнику в пюре, также добавив туда немного сахарной пудры. Далее работаем со сливками. Ваши сливки должны быть охлажденными и обязательно жирными не менее 33%. Сливки меньше жирности, просто не взобьются в пену. Равномерно по всей площади наносим клубничное пюре, немножечко отступая от краев. И даем этому пюре пропитать бисквит пару минут. Наш бисквит пропитался, и мы наносим сливки. Сливки мы наносим еще меньше, отступая от края, для того, чтобы при сворачивании рулет они у нас никуда не потекли. Наш бисквит остыл, мы убрали немножечко срезов концы, чтобы было красиво, и теперь приступаем к украшению. Я предлагаю сделать обычные шоколадные полоски растопленным шоколадом и положить клубнику. Итак, наш рулет готов. Я думаю, что с таким рулетом у вас будет отличный романтический вечер. Хорошего, удачного вам дня. С вами была Евгения. Как вы отреагируете, если я вам скажу? Гороскопы полезны. Дело в том, что тут важно правильно воспринимать полученную информацию, держа в уме один факт. Это не прогноз того, что произойдет, а вектор развития себя как успешной личности. Наши советы в деловом гороскопе. Овны. Трудности, которые могут возникнуть на личном фронте, отразятся и на вашей работе. Если появится разногласие, не усугубляйте положение выяснением отношений. Лучше найдите способ сгладить углы, ведь поддержка второй половины необходима в данный момент. Тельцы. Обстоятельства могут сложиться так, что вы окажетесь связаны новыми обязательствами и не сможете в полной мере реализовать свои намерения. Поэтому тщательно взвешивайте каждое слово. Близнецы. Не стоит обращаться за помощью к людям, которых вы не очень хорошо знаете. Лучше поверить в собственные силы и постараться решить вопросы самостоятельно. Раки. Стоит критически отнестись к новым знакомствам и поступающих одним предложением. Вам могут сулить золотые горы, но, помните, лучше сейчас синиться в руках, чем журавль в небе. Львы. Успех гарантирован, если вы будете терпеливы и не станете опережать события. Вместо того, чтобы создавать бурную деятельность, лучше потратить время на планирование и расчеты. Девы. Постарайтесь не тратить лишнего. У вас могут возникнуть соблазны к крупным расходам и покупкам, но лучше от этого воздержаться, потому что настало время консолидировать ресурсы. Весы. Не теряйте времени и не бойтесь заняться решением вопросов, которые казались сложными. При необходимости обратитесь за советом. Подходите к делам творчески, используйте неожиданные решения. Скорпионы. Не лучшее время для старта новых проектов. Если чувствуете, что предпринятые вами действия не дают нужного результата, то лучше остановиться. Избегайте серьезных финансовых трат. Не следует брать кредиты и тем более давать в долг. Стрельцы. Не будьте слишком откровенными с окружающими. Все сказанное может обернуться против вас. Сегодня можно поставить дела на паузу, наконец-то расслабиться и позволить себе немного лишнего. Козероги. На сегодня можно наметить дела, за которые долго не хотелось браться. Если кто-то попросит советы или помощи, не откажите человеку услуги. Помните, все содеянное вернется стократной историцей. Водолеи. Неделя была непростой, но сегодня труды и усилия наконец-то дадут результат. Стоит ожидать похвалы и комплиментов от коллег, партнеров или руководства. Рыбы. Не стоит браться за новые дела без крайней необходимости. Если вы не уверены в собственных силах, отложите принятие решения на потом или посоветуйтесь с теми, кто является для вас авторитетом. Человек бизнеса чаще всего испытывает недостаток времени, особенно в начале пути. Успешно управлять временем умеют немногие, и это, наверное, первое, чему необходимо научиться в начале развития собственного бизнеса. Только вот как и у кого один из способов – правильная литература. Желательно с комплексом универсальных правил для начинающих бизнесменов. Доброе утро. Меня зовут Михаил Шардин, и сегодня я хочу рассказать о книге «Универсальные законы успеха». Автор книги – Альберт Масла Барабаши. Нам с детства твердят, что главный секрет успеха – в упорном труде или в хорошем образовании. Но на деле все оказывается не так просто. Троечники становятся звездами, а трудяги призебают в безвестности. До эпохи анализа больших данных никто не мог предсказать, что ждет вас успех или нет для того, чтобы стать знаменитым. На основе своих исследований автор вывел пять законов успеха. Первый закон – производительность. Влияет на успех, когда производительность невозможна измерить, успех определяют сети. Автор говорит о том, что производительность – это то, что вы делаете как личность, а успех – это то, как общество воспринимает вашу работу и как в конечном итоге оно признает и награждает вас за это. Другими словами, производительность – это вы, но ваш успех на самом деле зависит от общества. Второй закон – в отличие от производительности успех не ограничен. Талант и трудолюбие – вот что движет производительностью, но успех полностью отделен от этого. Автор разъясняет, что можно быть очень талантливым и много работать, но в определенных областях это в конечном итоге не означает успеха. Третий закон – предыдущий успех порождает будущий успех. Четвертый закон – в то время как успех команды требует разнородности и баланса, за групповыми достижениями чаще всего награждают кого-то одного. Пятый закон – если упорно работать, успех может прийти в любой момент. Пятый закон объясняет, что можно выйти на пенсию и провести исследование, которое получит Нобелевскую премию. А еще автор пишет, что есть книги успешных предпринимателей, ученых, художников, спортсменов, которые делятся своими секретами. Есть и другие книги, в которых авторы берут 10 или 100 успешных таких людей и выделяют общие для них закономерности. Проблема с этими подходами заключается в том, что отсутствует контрольный образец. Например, глядя на 100 человек, вы можете сделать вывод, что вставать в 6 утра и сразу же приступать к работе – это секрет успеха. Но вы найдете 10 миллионов человек, которые тоже встают в 6 часов утра и не добиваются успеха. Автор пытался избежать этой ошибки и смотрит на всех, кто соревнуется в одной области, в том числе и на тех, кто потерпел неудачу, и на тех, кто добился успеха. Это позволило ему выявить эти закономерности. Меня зовут Михаил Шардин и читайте развивающие книги. Как часто, слыша новость о грабеже, на подсознании мы переживаем о том, кто украл, а не у кого. Так устроен организм. Нам интересен опыт, на который мы никогда не осмелились бы сами. Именно по этой же схеме мы симпатизируем кинозлодеям. И в этом нет ничего плохого. Главное – перенимать от них правильные качества. Доброе утро. Меня зовут Анастасия Кожевникова. И сегодня я расскажу о фильмах, которые могут стать нам уроком. Оба основаны на реальных событиях. Поймай меня, если сможешь. Фрэнк Эберниел был самым молодым человеком, попавшим в списки особо разыскиваемых ФБР преступников. Он успел побывать врачом, помощником прокурора, учителем и пилотом. Его инструментом стали хитрость и умение планировать на несколько шагов вперед. Сбежав из дома в юном возрасте, совершенно без денег, Фрэнк начал осваивать подделку документов, требующие вообще-то безмерного внимания к деталям преступное мастерство. Так он получает немало средств и возможность стать тем, кем ему хочется – пилотом или юристом. Один агент ФБР догадался, кто именно подделывает документы на миллионы и несколько лет пытается его поймать. Но Фрэнк всегда на шаг впереди. А точнее, где-нибудь в другом штате делает новый документ. Тут проявляется драматическая сторона фильма. Где сам Фрэнк, а не придуманные им люди? И почему такой способный человек не может найти себе законного занятия? Талантов у Фрэнка, конечно, много. Есть чему поучиться и вполне законопослушным людям. Во-первых, Фрэнк всегда уделяет внимание деталям, находя лазейки в сложной банковской системе. Во-вторых, он использует деньги как ресурс для исполнения своих настоящих желаний, что и отличает его от других преступников. Игрок, заигравшийся с реальностью. В этом, кстати, один из лучших экранов героев Леонардо Ди Каприо похож на другую известную личность – на Пабло Эскобара. Фильм, про биографию которого я тоже рекомендую к просмотру. «Эскобар» – история о том, как можно выиграть все в одной игре, но, не зная правил, проиграть все в другой. Пабло Эскобар упорно строил свой преступный бизнес и добился больших финансовых успехов. В Америку он с большим размахом поставляет полный самолет наркотиков, а на своей родине он – икона эпохи. За ним мы наблюдаем со стороны журналистки Вирджинии, которую покорила, как Пабло помогает тем, у кого нет денег, и строит дома в трущобах Колумбии. В какой-то момент Пабло решает, что хочет не только денег, которых у него предостаточно для частных самолетов и шикарных домов. Он хочет уважения в обществе, которого добиться куда труднее. Решая, что политика и демократия сводятся к деньгам, Эскобар покупает себе место в Конгрессе. Однако, когда правительству Колумбии удается доказать его причастность к наркотикам, в ответ он начинает действовать так, как если бы решал дела в своем бизнесе – жестко и бесчеловечно. То, что помогло ему заработать очень много денег на продажу наркотиков, совершенно не действует в политике и может даже вредить. Очень непростая, но рассказанная с большим желанием понять, что это был за человек, история Пабло Эскобара показывает нам, что у каждой игры есть свои правила. Если вы преуспели в своем деле использовать одну стратегию, совсем не факт, что эти же методы помогут вам в другом. Если вас не любят, заставьте себя уважать. Если не уважают, заставьте бояться. Вот рецепт успеха Пабло и причина его неудач. Советую вам найти время и сделать свои выводы о судьбах этих людей. Смотрите кино и телеканал РБК Пермь. Хорошего утра! Кто-то вкладывается в акции, кто-то в недвижимость, кто-то в криптовалюту. Финансовых инструментов огромное множество. Некоторые люди пошли дальше. Они вкладываются в свое хобби. Оказывается, на простом, казалось бы, даже детском увлечении можно зарабатывать. Я с самого детства, благодаря маме, развивался как техналь. Это любовь к разнообразным конструкторам, это и в разнообразные головоломки. То есть модель-трансформер – это аналог кубика Рубика. Кто их не любит, называется. Займи руки на пару часов. Если знаешь технологии, ты еще и собегаешь в все стороны. На сегодняшний момент из представленных в экспозиции музея самый сложный трансформер – это Ультрамакс Масс от компании Generation Toy 2017 года. В принципе, если брать идеальный процесс трансформации, но вот есть обзорщик, который все лишнее вырезал, у него он занял примерно 30 минут. Любой трансформер – это произведение искусства. То есть есть человек, который вложил в него часть своей души, вот эту форму, вот этот процесс трансформации, и он заложил в каждую модель какой-то идеальный механизм. То есть идеальная последовательность действий, когда конечная форма, ты прямо понимаешь, что он так и задумал. И зачастую в приложенных инструкциях трансформеров это не показано, потому что инструкции делают другие люди, не те, кто делали модели. Есть модели, которые там по 2 часа трансформируются, и вот ты 2 часа посвящаешь тому, чтобы сделать там из робота, например, грузы. Сейчас это одно из самых сложных хобби в нашей стране. Если интересно, оно связано, во-первых, обязательно с курсом доллара, поскольку это все производится, выпускается вне России, это значит курсовая разница. Ну и плюс есть нюансы с таможенным управлением с этого года. Все посылки это 100 евро, а зачастую цена отдельной модели там в пределах от 500 и 1000 евро. Давай приступим. Интересность серии в том, что она имеет внутренний салон. Это редкий трансформер. Серия Альянс с людьми достаточно интересная и сложная в процессе трансформации серии. На сегодняшний момент все, чем я занимаюсь, это продвижение и формирование музея трансформеров, которые единственные в мире. Когда, например, каждый сможет заниматься тем, что приносит ему действительно неподдельное счастье, и в какой-то мере вопрос денег уйдет чуть-чуть в сторону, когда ты будешь посвящать любое свое время, любые свои творческие порывы своему делу, оно дает больше какого-то вот, не знаю, счастья, что ли, жизненного. А сейчас мы узнаем, что интересного ждать от предстоящих выходных. В нашей студии Рустам Багизов. Рустам, привет. Привет, Саш. Рустам, у тебя вчера в гостях был министр социального развития, и судя по его заявлению, с безработицей в нашем крае все не так плохо. Ну да, краевые власти, на самом деле, ссылаются на данные Росстата. Сейчас как раз в новостях об этом расскажу подробнее. Партнер выпуска новостей – магазин-ателье «Менс де Валора». Уровень безработицы в Прикаме вернулся к допандемийному. Это данные Росстата. Регион стал единственным привожием, в котором ситуация на рынке труда соответствует докризисному состоянию. При этом федеральные эксперты отмечают, официальные цифры по большинству регионов не отражают реальной картины на рынке труда. Но это влияет несколько факторов – скрытая безработица, снижение миграционного притока, ну и в целом методика подсчета безработных. Просуждать на эту тему моя коллега Анна Качфалуша планирует с экономистом. Не пропустите это интервью в итоговом выпуске сегодня в 19 часов. В эти выходные УДС «Молот» проинспектирует комиссия Международной федерации баскетбола. Пельмяки завершили подготовку Дворца спорта к матчам Евробаскета. Большой блок работ был связан с оформлением УДС «Молот» в части логистики, поскольку объект станет неким таким безопасным пузырем для участников матча и необходимо обеспечить защищенную чистую зону, рассказала министр спорта региона Татьяна Чеснокова. Ведется также косметический ремонт в фойе и коридоров, ведущих к раздевалкам команды судей, помещения кассового зала и входных групп к нему. После проверки комиссия ФИБО даст свое заключение и, если потребуется, рекомендации по организации работы на матчах. Напомню, что два заключительных этапа квалификации Евробаскета 2022 пройдут в Перми уже на следующей неделе с 18 по 22 февраля. Вопрештаб принял решение увеличить число зрителей с 20 до 50%. Сегодня и в субботу, два последних дня, когда жители Приками смогут поучаствовать в гонке «Лыжня России». В этом году все проходит несколько в другом формате. Это не массовый забег. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на портале «Умный спорт» и получить индивидуальный номер. Участникам нужно будет загрузить фото, либо видео после финиша и время преодоления маршрута. Или скриншот приложения или фото фитнес-браслета, на котором отражены длина дистанции и время ее преодоления. Причем 13 февраля в эту субботу на лыжной базе Приками состоится суперфинал тех, кто уже пробежал дистанцию заранее, отберут 25 лучших спортсменов. Каждый суперфиналист из топ-25 получит сувенирную продукцию Минспорта Пермского края. Ну а уже в понедельник, 15 февраля, во всех городах начнется выдача главных атрибутов «Лыжни России» – сувенирных шапочек. Ну и о погоде. Сегодня в Приками наконец-то начинает теплее. Днем температура должна прогреться до минус 15 градусов. Возможно, чуть выше, чуть ниже. В выходные она поднимется еще немного. Ну и днем ожидается 10-12 градусов ниже нуля. В воскресенье даже минус 1-3 градуса. Однако в понедельник вечером температура вновь может снизиться. Но уточненные прогнозы выйдут уже позднее. Пока это все. Больше новостей на нашем сайте, а также на нашем телеграм-канале РБК Перм. До встречи. Спасибо Рустаму. Осталось время для того, чтобы решить все свои рабочие задачи и отправиться отдыхать. Уверен, в выходные вам есть чем заняться. Еще увидимся. Продуктивного вам дня. Продуктивного вам дня.